Чао, бонасера, бонасера a tutti, да un poco di tempo, да un poco di tempo che non ci vediamo, nanzi, да molto tempo che non ci vediamo, привет всем, на самом деле давно не выходила в эфир, però sono state due settimane un po' caотiche, ma cerchiamo di continuare, будем продолжать, немножко просто бешеные две недели, e oggi, раз уж была такая длинная пауза, я давно хотела еще раз провести эфир по словечку Magari, потому что пока как-то раз я про него рассказывала, но мне тогда не очень понравилось это объяснение, оно было не полным, я думаю, что сегодня прекрасный день, понедельник, день начинаний, и давайте сегодня поговорим про словечка Magari. Как обычно, все примеры, которые сейчас буду проводить, я потом напишу их в комментариях, так что, надеюсь, сейчас просто буду рассказывать то, что приходит в голову. Что нам надо знать про слово Magari? Если мы полезем в этимологию этого слова, то мы узнаем, что слово Magari произошло от греческого, я сейчас не гарантирую свое греческое произношение, но в греческом языке есть слово Makarios, и Makarios это значит счастливый, да, фелича. Зачем я это говорю? Почему я сразу не перехожу к итальянским примерам? Дело в том, что нам очень важно знать этимологию этого слова, то, что во всех выражениях, которые мы сейчас будем употреблять, протянется хвост вот этого вот счастья, да, и я сейчас попробую вам это показать, да, то есть, значит, хвост счастья. Сейчас мы будем искать его в слове Magari. Итак, первые обороты, выражения, в которых можно встретить слово Magari, это немного синоним словечка force, да, или probabilmente. И, смотрите, давайте сразу пойдем к примерам. Например, То есть, он опаздывает на 20 минут, возможно, он ошибся. Вы мне скажете, какое здесь счастье? Ну, счастья здесь как такового нет, но несчастья здесь тоже нет, заметьте, да. Давайте еще пример, и потом просто я поясню, что я хотела рассказать еще раз. По-разумению, Может быть, он обиделся, может быть, он оскорбился. Причем здесь, может быть, смотрите, как и действительно предположение, так и какой-то иронический контекст. Это будет немножко зависеть от того, как вы скажете. Это Magari si ofeso, то есть здесь подразумевается какое-то такое, но что-то, видимо, там с ним не так. Дальше, соответственно, например, Классика разговорного языка, когда вы говорите, Ну, там, вам предлагают А вы говорите Сегодня у меня не получится, завтра у меня не получится. И вот следующая фраза, которую вы преподносите в ответ, это вы говорите А может быть, мы увидимся завтра. Может быть, в другой раз. Можно сказать «форсе», но здесь все равно есть какая-то вот надежда на счастливый исход. И, например, когда... Сейчас я буду немножко играть вот этими двумя словами «магари» и «форсе», чтобы не было ощущения, что это прям синонимы-синонимы. Например, давайте возьмем с вами вопрос. «Дови Марко?» Где Марко? Или «Дови Пауло?» И я могу ответить. «Ну, все». «Магари и андату аль бар». «Магари и андату аль бар». Пожалуй, он пошел в бар, наверное, он пошел в бар. Здесь действительно можно поставить форсы. И, в принципе, они будут взаимозаменяемы. «Магари и андату аль бар». Но вот смотрите, если на тот же вопрос «Дови Пауло?» «Дови Марко?» Я скажу «Ну, шо». «Магари а авут у нынчиденте?» Вот так вот на самом деле говорить не стоит. То есть смотрите. То есть «форсе а авут у нынчиденте?» Может быть, он попал в аварию. Аварию – это у нас с вами негативное развитие ситуации, негативное предположение. И мы помним, я начинала свой эфир как раз с хвоста «Магари», то, что это хвост из греческого языка под названием «счастье». Поэтому есть такая очень важная деталь, которую, наверное, вы не встретите в учебниках. «Магари» не используется для неблагоприятных прогнозов. То есть там пойдет именно «форсе». «Анусо форсе а авут у нынчиденте?» И «Магари» как раз будет иметь склонность либо к таким счастливым гипотезам, либо к ироничным гипотезам. То есть «носо». «Магари я спасався лако лассо нового фидансата». Может быть, он там развлекается со своей новой девушкой. Вот это, конечно, «Магари». То есть «Магари» он всегда немножко в позитиве. Даже в тех моментах, когда что-то не сбывается. Итак, значит, мы сказали про первое значение «Магари», что это немного перекликается с «форсе», но используется для благоприятных, ироничных или нейтральных прогнозов, но не для негативных. И пойдем дальше. Наверняка вам впервые встречалось не это значение, хотя может быть и оно. Это «Магари чигдиамон альтровой», это «Магари чигдиамон думани». Скорее всего, вам встречалось «Магари» просто само по себе. То есть когда вы что-то говорите, а человек говорит «Магари», и вот это вот, наверное, блин, а что он говорит? Что в этом ответе? Давайте будем смотреть, что содержится в ответе, когда мы говорим просто «Магари», когда это «эскламационы». «Эскламационы» — это восклицание. Так что же может значить это восклицание? Ну, например, «Вой винир аль мари кон мэ». Ты хочешь со мной поехать на море? «Вой винир аль мари кон мэ». «Магари». И здесь это, конечно, опять же, проброс в наше счастливое будущее. То есть фактически это синоним «Магари». То есть, конечно, с удовольствием, было бы здорово. «Магари». И в интонации человек это покажет. То есть это будет такой «Магари» с большим знаком плюс опять. Или, например, «Ма кесерата кальда, тивана гранита, тиван джелату». Ух, какой жаркий вечер. Может быть, ты хочешь граниту, может быть, ты хочешь мороженое. А что быть? «Магари». То есть «Магари». То есть это то же самое волонтери, с удовольствием. Конечно, с удовольствием. Я возьму клубничную. Или, например, если мы говорим, опять же, про будущее, то Вот видишь, что завтра на экзамене все будет хорошо. «Магари». То есть это «Хорошо было бы». То есть «Магари» с «Ребебелло» мэллоаугро. То есть вот в этих вот восклицаниях мы говорим про какие-то события, которые могут случиться. И это события с положительным контекстом. Мы сейчас все увидели опять «Магари» со знаком плюс. Давайте сделаем еще один шаг, когда «Магари» это «эскламационное», но это немножко выражать некоторое сожаление. Но опять «Сожаление, сожалению, рознь». Давайте смотреть. «Преземпио». Я говорю «Эверо, что я вину ла лотерея». Это правда, что ты выиграл лотерею. «Эверо, что я вину». А человек мне говорит «Эй, Магари». «Магари». То есть меняется интонация. И вы понимаете, что «Нет, он не выиграл». То есть опять ответ одним словом. А в ответе выражается вот это вот сожаление. Но все равно это сожаление, что «Серебе стату бэлло». «Было бы круто», «Было бы классно», «Если бы я выиграл». то есть все равно, несмотря на то, что это «Ун диспетчере», все равно имеется вот этот позитивный посыл. «Ах, было бы классно». «Ун Магари». «О, преземпио». «Пример с морем». Если я уже спрашиваю про вчерашний день. «Ах, сей андат уль мари ери». «Ну что, пошла бы поехала вчера на море». «Сей андат уль мари ери». «Магари». «О лаворату тут ала сейра» и тут аль джорно. «Если бы». «Серебе стату бэлло». «Ну, я работал целый день, целый вечер». «Вот это вот «Магари». Но все равно в мыслях вот этой «Магари», человек представляет «Эх, было бы круто, конечно». Да, то есть все равно проследите вот этот вот положительный хвостик, даже если это диспетчеры. Ну, интонация, конечно, меняется. То есть интонация, с которой человек говорит «Во винир аль мари кон мэ», «Магари». И интонация, в которой человек говорит «Сей стату аль мари ери», «Магари». Ну, просто по по звуковому, да, в восприятии этого слова вы почувствуете разницу. Но и там, и там это просто вот отдельно стоящее такое восклицание. Дальше. В чем следующая сложность с «Магари»? Дело в том, что сейчас в наших примерах, сегодня прям будет длинный эфир, я чувствую, что я не укладываюсь в 10 минут, ну, наверное, в 15 уложусь. Когда мы говорили «Магари» как ответ, у нас стоял один «Магари», одно слово, и за ним ничего не следовало. И в этом есть большой плюс, если мы не очень давно учим итальянский язык, потому что если после «Магари» вот в наших желаниях и мечтах пойдет фраза, да, «Ах, если бы», то «Магари» за собой потащит созлагательное наклонение, то, что называется «конжунтиво имперфетто» чаще всего. Давайте просто посмотрим примеры, чтобы я не пугала словами, с примерами гораздо проще. Да, презентрио. «Магари» «Потесси андарин вакансия конвой». Да, вот это «Магари» «Потесси». Что такое «потесси»? Это как раз конжунтиво глагола «потери». Это мы говорим о наших желаниях, мечтах, желаниях. «Ах, если бы я мог поехать с вами на каникулы». «Магари» «Потесси андарин вакансия конвой». Или «Давайте дальше помечтаем, будем ничего себе не отказывать». «Магари» «Авесси уна вилла на Сицилия». «Ах, если бы у меня была вилла на Сицилии». Но согласитесь, это очень разговорная история. То есть очень часто нам хочется что-то такое сказать. Вот эта словечка «Магари», вот это «Ах, если бы», оно вполне нам поможет. «Магари» «Потесси винчеры». «Ах, если бы я мог выиграть». Да, «Магари» «Потесси винчеры». Все та же самая наша лоттерия, вспоминаем. «Магари» «Потесси виверы инспания». «Ах, если бы я мог жить в Испании». И вот сейчас это мы все, смотрите, мы говорим о мечтах, но в принципе они реализуемы, да, то есть может быть я все-таки выиграю тот миллион евро и уеду жить в Испанию. Поэтому мы используем «Конжентиво имперфекту». «Магари» «Потесси винчеры». «Магари» «Ах, если бы я мог вилла в Сардении». Но если мы сожалеем о том, что уже точно не случится, да, например, если там мы что-то издали какую-то важную ошибку и у нас уничтожился отчет весь по работе, да, 30 листов в Орде, то я бы тогда сказала «Магари фосси стату пюатенту». Да, то есть здесь внимательно может появиться другая форма конжентива, но это уже такие детали, просто привыкните к тому, что когда вы видите вот эти вот хвостики «Си», «Магари фосси», «Магари авесси», «Магари потесси», это нормально, так должно быть, не пугайтесь. Ваша задача, если вы недавно учите итальянский, просто узнать глагол. Итак, мы с вами говорили про «Сони дезидери», сюда же в конце, например, «Магари авесси авуто», у нас секунда оппортунита, ах, если бы у меня была вторая возможность, второй шанс. И еще буквально парочку замечаний по поводу немножко другого использования «Магари», который не укладывается в эти объяснения, но надеюсь, что вы отследили его положительный хвост. Да, мы помним, что «Маркариус» по-гречески это «феличи», поэтому мы всегда говорим о каких-то счастливых моментах. Итак, «Магари» иногда может играть роль союза «Анки се», то есть даже если, и сейчас приведу пример, когда вот что-то у меня так вот, я взвешиваю какие-то свои возможности, я говорю, «Ми компререквеста маккина Магари арате», то есть я, ну как, вот в любом случае я куплю себе эту машину, пусть даже в рассрочку. Вот это вот «пусть даже в рассрочку», то есть я могу сюда поставить «Анки се арате», но я могу сюда поставить «Магари», оно даст такой более вот, и смотрите, у меня все равно, я позитивно нацелен, я нацелен на эту покупку машины, для меня это счастье, да, вот счастье не исчезает. «Ми компререквеста барка Магари арате», или «Андроль казино, Магари довесси реметтерчим и респарми». Я пойду в казино, пусть даже мне придется вложить в это свои сбережения. То есть это «пусть даже» по-русски или «анки се» по-итальянски может возникнуть в Магаре вот в этом вот контексте. И последнее, совсем последнее значение Магаре, все уже устали, но, тем не менее, с примерами написанными будет проще. Магаре иногда очень немножко перекликается с итальянским словечком «eventualmente», по-русски перекликается то, что мне очень нравится, когда мы говорим иногда «на всякий пожарный». Ну или в случае «если». Сейчас приведу несколько примеров. По-разумению, если я пишу, звоню своей подруге, которую жду сегодня там ночью в гости, или она должна ко мне приехать, я ей пишу или даже звоню и говорю «Магаре prima di partire mandemil messaggio». Вот это «Магаре prima di partire mandemil sms» это вот, знаешь, на всякий случай, на всякий пожарный, да, перед отъездом «Отправь мне сообщение». Да, что я тебя встретила, например. «Магаре prima di partire mandemil messaggio». Или, например, там я знаю, что, например, мой молодой человек собирается мне подарить кольцо, а я хочу его, например, выбрать. Да, и тогда я могу сказать «Магаре avertemi prima di comprare lanello». Ты там на всякий случай, на всякий пожарный, предупреди меня, да, прежде чем кольцо покупать. «Магаре avertemi prima di comprare lanello». То есть это на самом деле «Eventualmente» или, вот говорю, как в русском, очень часто нам не хватает этого слова, как «на всякий пожарный», вот в случае «если». И это тоже может быть «Магаре». Но это его совсем уже такие узкие значения. Конечно, гораздо чаще используется то, что я рассказала. И мы помним о греческих корнях счастья у этого слова. И когда вы просмотрите еще раз все примеры, которые через некоторое время повешу в комментариях, вы увидите, что на самом деле хвост счастья тянется через все значения «магаре». Баста для сегодня, это была немного длинная. Буна серия, и, бе, унижая сеттимана и до следующего дня. До новых встреч! До новых встреч!